Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на канале Твой Игровой Денис, Женя, Никита и Филипп. И настольная игра «Семь чудес архитекторы». Класс. От Антуана Бозы, между прочим. Боза. Антуана Боза. Боза. Француз. Сразу тест. Кто назовет все семь чудес света? Нет. Пирамиды. Хорошо. Висячие сады Семирамиды. Да. Статуя Колосс Родосский. Он же маяк. Нет, маяк это другое. Колосс Родосский, так, еще. Маяк. Александрийский маяк. Александрийский маяк, хорошо. Потом были врата какие-то в Гизе. В Гизе пирамиды. Нет, в Гизе пирамиды. Статуя Зевса была. Статуя Зевса где? В Олимпии. В Олимпии. В смысле где? В смысле где? Не, он находит статуя Зевса. Статуя Зевса несколько. Остальные не помню. Может быть Храм Артемида в Эфесе и Мавзолей в Галикарнасе. Мавзолей, да. Ну, собственно, выбираем себе, да, молодец, пять из семи. Выбираемся в Чудо света, я уже... Свою игру, конечно, мне не выбрать. Я хочу выбрать Висячие сады Семиробиды, они в Вабилоне. Я первыми вспомнил пирамиды. Да, вот они. Давайте я в Гизе и буду играть. Да, Радус-Колоски. Радус-Колоски. Ну, я тогда возьму себе... Да, это битва подушек. Вот так играть, да? Да. А это Александрийский или... А, Александрийский маяк, да. А какой еще? Фороский. Она до семи игроков держит, да? Получается. Фороский не чудо света. Судя по количеству, да. В смысле, он Фороский маяк в Александрии. Вот. Все. Да, вот, два-семи. Семь человек, да. Два-семь, да. До семи человек. Кайф. Теперь смотрите. Угу. Достаем отсюда вот эту штучку. И запчасти от вашего Чудо света. Больше вам этот конвейер не понадобится, убираем. Оно все такое прикольное. Да, оно очень прикольно сделано. Вот так, да? Хайповое. Вот так, да? Да, да. Оно все такое nice. Смотрите. Теперь выстраиваем свое чудо света непостроенной частью. А. Ну, в смысле, вы можете построить ее построенной частью, чтобы она, рисунчик там сошлось, потом перевернуть. Она у всех строится по-разному. Не построенная, это когда вот здесь вот эти вот. Да. Вон она тебе нарисована. Снасть. А, я не знаю, что такое рисунок. Это ты построенной стороной. А теперь переворачивайся. Она должна, видишь, вот в этих стропах быть все. В стропилах. Не построена частью. Так. Ну, есть. Все. Вот у нас есть проект нашего чудо света, который мы будем строить. Вот это, то, что у вас вот здесь. Так. Достаете. Вот эту штучку слева кладете от себя, между своим игроком и игроком слева. Так. Вот так кладете. Вот это достаете и мешаете хорошо. Так. Желательно как-нибудь вот так. Да, простыкать. Просто подготовка в прямом эфире. Обожаю. Тут просто очень быстрая подготовка. Так интересно. Вот так потом переворачиваете лицевой стороной вверх и кладете сюда. Да. Кирпичик. Вот так. В свою? Да, в свою. Ага. Переворачиваешься, кладешь сюда. Зона драфта. Итак. Собственно, из чего состоит ход. В свой ход вы берете одну из доступных карт. Вам доступной. Карта из колоды слева от вас. Карта из колоды справа от вас. И центральная колода. Это общие карты. Оттуда можно. Типа рандомные. Типа рандомные. А тут ты видишь. А тут ты видишь, что делаешь. После чего кладете ее под низ своего планшета. Угу. Если у вас собралось количество ресурсов, необходимых для постройки этажа, все чудеса света строятся снизу вверх. Соответственно, чтобы построить следующий ярус, должен быть построен этот. Логично. У тебя, вот, например, смотрите, нельзя... У тебя, чтобы вот так построить, чтобы построить вот этот ярус, нужно еще и вот этот построить. Да, оба. Оба нам надо построить. А у нас у всех по два. Пять. По два, в смысле, внизу? Нет. Нет. У меня один ярус. У меня один ярус. Они все строятся по-разному. Просто пять деталей. Просто пять деталей. Да, там у них разные конфигурации. что для того, чтобы построить ярус, здесь нарисовано. Вот у меня два разных ресурса должно быть. Угу. У тебя должно быть два одинаковых, либо два разных. Собственно, у тебя два разных, два разных, ну и так далее. Там все понятно. Одинаковые и перечеркнутое равно разные. Разные. Все просто. Теперь сразу привыкаем. Вот этот значок, вот такой главровый венком, это победные очки. В конце у кого будет больше победных очков, тот выиграл. Везде, где видите, вот это в конце игры принесет вам победные очки. Угу. Вот. Внизу здесь нарисовано, что вы получите за постройку этого... Этажа. Этажа. То есть, если этаж этот будет построен, в конце игры у меня будет три победных очка. Угу. Вот. Все остальные бонусы. Буду рассказывать сейчас в ходе игры. Дальше. Давайте теперь разберем вообще, какие карты бывают, а потом уже все остальное. Я для этого возьму вот эту колоду. Здесь просто есть все виды карт. Знаете, вот такие серые карты. Это ресурсы для постройки. Есть кирпичи, есть дерево, камень. Вот. Это для постройки пирамиды они используются. Соответственно, набирая вот... Их нужно два разных, два одинаковых и так далее. То есть, причем вы не можете отложить на пол. Вот у меня, например, два разных накопилось. Я их обязан скинуть. И построить. И построить. Да, и построить. С серыми все понятно. Дальше. Есть вот такие зелененькие карты. А, ну давайте сразу простое. Есть вот такие желтые карты. Это Джокер. Он считается любым ресурсом. И ты его тоже обязан потратить? А? Да. Обязан? Да. Любой ресурс для строительства пирамид. Это вот желтые деньги. Дальше. Есть вот такие синенькие карты. Они в основном приносят победные очки. Если на карте нарисована еще синяя карта. Вот такой с кошечкой. Нарисована кошечка. Вы берете и забираете себе кошечку. А, от кошечка. Она в конце игры 2 очка. В конце игры 2 победных очка. Хорошо. И еще помимо этого, у того, у кого есть кошечка, пока есть у тебя кошечка, в начале своего хода, ты можешь посмотреть верхнюю карту вот этой колоды. Только ты. Да. То есть вот мой ход начинается, я могу посмотреть. Какой ресурс в качестве случайного. Да, в качестве случайного будет. Пока у вас есть кошечка. Ну и в конце игры 2 очка. Дальше. Синие, понятно. Зеленые карты. Это вот такие вот. Это различные научные символы, за сбор, которые дадут вам жетоны развития. Вот эти жетоны развития. Жетон развития можно получить либо за 2 одинаковых научных символа, либо за 3 разных. Жетон развития вы выбираете либо один из открытых, либо случайных. Да. Сейчас я расскажу по этим жетонам, когда дальше расскажу. И последний вид карт. Это красные карты. Вот они, например. Война. Это война. Да. Смотрите. Когда вы разыгрываете эту карту, вы кладетесь к себе и это вот, вот она у вас лежит. Но, например, вот это. Если на карте есть вот такой жетон рога, это значит, что война близко. Вот, вы, тут прямо написано, я, ну... Война близко. Вы должны изобразить звук горна. Так вот. О, вот такой, да. И перевернуть жетон мира на жетон войны. Ага. Столько, сколько тут рогов. Тут может быть 2 рога. Клево. 2 раза дудеть надо? 2 раза дудеть надо. Конечно, обязательно. Переворачиваешь. Как только все 4 перевернуты, происходит война. Ооо. Каждый игрок сравнивает свои мячи. Угу. Вот. С... Со своими соседями. Только с соседями. Только с соседями. За каждого соседа, у которого меньше их, чем твоих. Вот. Ты получаешь жетон победы. Жетон победы, это не победа. Тречка. То есть, у кого длиннее мяч, что ты берешь? Ну, то есть, можно максимум 6 за войну получить. Ну, в смысле, 2 жетона. Ты можешь ничего не получить? Ну, они троечки, да. Можешь 1 жетон, можешь 2. Да. Понятно. Все? Вся игра. То есть, ты играешь от войны, тебе надо почаще еще запускать ее. Не вся игра, у меня еще вопрос. Давай. А вот это вот у тебя, смотри, ты очки плюсиком, это как? Ну, и давай тогда по вот этим свойствам еще продажим. Это... Давайте по свойствам. Смотрите, вот эта штука. Я когда построю, я выберу один жетон развития с 4 доступных, уже перед собой. Класс. Ей колосс дает щиты. У меня вот... Мечи. Мечи, мечи, она воинственная, да. Это что? Ну, вот, если у тебя вот это, у тебя будет плюс 1 щит. А мое не имеет специального эффекта, но приносит больше победных очков, чем другие. Все свойства вот здесь вот написаны. Вот тут на самом деле очень удобно выбирать. О, доброе утро. Да, я же такой щитака хороший. Щитака. У меня жетоны разбили. Это очень прикольное. Да. В сочетании дают разные стили игры. Плюс у каждого вот это еще колода своя, здесь разные карты. Ну, логично, разные ресурсы. Да. Мои без свойства просто больше очков дают за строительство. Все, все, игра, поехали. Ну, не понимаешь. Ну, играй как хочешь. Играй как хочешь. Тебе как нравится вот это что, как ты думаешь? Возьмите одну зеленую карту. Нет, она у тебя лежит. Это все в основном пассивные свойства. Теперь, когда ты будешь брать зеленую карту, выбираешь одну дополнительную карту из трех доступных и берешь себе. Три доступных это раз, два, три. Вот это. В конце игры. Понятно. Получишь одно победное очко за каждый значок кошечки на своих синих картах. Это вот собирать синие карты с кошечкой и вот это. Ой, кошечки. Кошечки. Это у нас ремесла. Когда вы берете серую карту со свитком, либо с вот этой жижей. С эликсирчиком. С эликсирчиком. Вы берете одну дополнительную карту из трех доступных и положите перед собой. Ага. Остальные, когда будете открывать. То есть это играет от зеленых карт, это от кошки, это от... От кошки... От синей кошки именно. Да. Кошка только на синей картах. А, только на синей. Да. Кошка только на синей картах. Все. Все, поехали. Ходи. Сейчас. Мешаю. Сани, да. Ну давай. Покажи мастер-класс. Ну у меня есть кошка? Конечно. Взял себе. А, у тебя есть кошка сразу есть у тебя. Да. Офигенно. Она не в центре стола лежит, она сразу в первом. Она у Дениса в правилах написана. Если вы Денис, ну хорошо, хорошо, я верю. Ладно. Базу просто тоже Денис зовут, поэтому. Или она в центре стола. Поместите фишку кошки. Куда? В центр стола. В центр, она ничья. Ничья кошка, хорошо. Она там гуляет где-то и все. Да, первую ее забирает себе, а дальше она по рукам ходит. Логично. Так, война, камень. Давайте камень возьмем. Война, война. Все взял и все. Все, следующее. Война. Война. Женя от войны решил. Ну она играет от войны, это логично. Зеленая скрижаль это у нас что? Это вот для... Она тебе недоступна. Тебе только вот это и все. А, только это ты. Да. И центр. А руль? Капкан? Технологии. Будет две одинаковых, либо три разных, возьмешь вот это. Все, смотри, видишь, зелененькое? Зелененькое. Ну да, да, да. Блин, мне вообще без ресурса поставляете. Ну давай. Ну вон вода. Вот. Случайный. Давайте. Ни то, ни другое не нравится. Хотя нет, подожди, вообще вот эти надо брать. Давай я от технологий пойду. Вначале, ну... Война. Ты смотри. Вначале нужны технологии, потому что чем раньше ты ее получишь, тем больше она тебе за игру принесет. Это да. Хорош. У меня судьба была идти по технологиям. Он сейчас заберет себе технологию. Две одинаковые. Он заберет сейчас себе. Ну, через ход целый. Да не слушай ты его. Заберет. Это через ход еще. Ну, типа, лишь бы мне назвать. И сразу будет играть вон с какой-нибудь фильмом. Кстати, да, это две одинаковых. Это две одинаковых. Вот. А так пусть собирает еще. Конечно. Ну, что, Никит? Смотри, ну, это ресурс вода. Да. Это два разных. И ты открыл первый уровень. Да. Это вот сюда взрослый. У нас так просто. Это ж начало. Так. Ну, я хочу отсюда случайно. Войны. Хотя... Вот ж ты смотри. Судьба по войне пойти. Монетка. Красота. Ну, бери монетку. Дум. Любой ресурс. Ну, игруха элементарная. И очень интересная. Это научный символ. А это ресурс. Это разные вещи. Это тоже собирай. Вот это для вот этого. А вот это для строительства. Цвет надо. Зелененький, зелененький. Научные символы для... Желтый джокер для серых. Серые для строительства пирамид. Никита по войне все-таки, да? Еще и с горным. Пусть он переворачивает. Ну, извините. Тихо, ускорить. Кто изображает, тот и... Давай. Тут кулату тут ускорять. Одну карту берешь и играешь. Вот вы бесите, а. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Слушай, она... Ну, кстати, хорошо, что я ее взял. Не поможет. Жень, запускай войну. А, нет, тебе не выгодно. а тут еще горную случай вот у тебя вот ты можешь либо 2 разных использовать либо 2 одинаковых никак 2 1 это любой лишь любой но она обязана золото она вот это было два одинаковых но ты сейчас можешь построить либо вот этот ярус либо вот это тебя этого нужно два одинаковых либо ты говоришь что вот это золото у тебя тоже дерево и как два либо говоришь как два дерева используешь как два одинаковых золото вот не дерево золото не дерево у нее теперь два значка войны то есть если война запустится ты 6 очков получишь что больше чем у соседа у обоих мой ход соответственно я тоже войнушку конечно вы все воин ну ребят смотрите это война боюсь вас они да да с горном у меня три больше саре у меня больше чего нет у никиты и у дэна я беру два жетона я не хотел играть с пирамидами от войны если честно но так просто сложились офигеть этот колоду хорошо мешали два очень война одна за другой очень хорошо очень хорошо ты ничего не получаешь женя получает у тебя два больше чем у дениса это один получаешь и дальше идет игра денис война же не убирается она так остается фил короче я не хотел египтянин я хотел по войне идти да вообще не хотел ты посмотри я случайную вытаскиваю вот эти две случайные давай давай гаси нас что происходит и разных построен монетка я возьму два очка и кошку кошка 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 не ну тут как бы сам бог бог войны велел а дудеть так складывается эти там за кошку махач кошка махач кошка гоша нет это кошка 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 гош хорош хорош кошка гош давай никита да даю золото ресурсы набирай смотри война нет ну кстати хорошо что это взял да ты рисковый я хочу собрать либо технологий капкан давай основным всегда успеется конечно давай усилить пролистать тоже полезно так вот это вот с этим ступня вторая собралась папирус давай я вот камень беру опа опа строишь о строишь и активируется да это в какой момент что это а я а я же не рассказал когда чудо света возьмите верхнюю карту из любой колоды в любом месте стола о любую любую забрал у вас одну войну цари война давай нет кошка забрал кушку вот она мне не надо вообще если честно что плиту взять да и поглядись под ним подожди свиток потом хрен достанешь я случайно тдш 3 очка без кошки просто 3 каждый ход от себе 3 очка 2 5 10 мне ресурс война вообще мне не ресурсы технологии но ты так побеждаю монета но мне нафиг не сейчас выиграет кто-то из нас соберет а очков больше он дэну нужна монета кошку забрали так она не черт забывай ты можешь смотреть верхнюю дакс так аж кошка забыл блин но я чё-то наука у меня не идет не сложилось у меня с наукой к сожалению там война случайно слил просто позор на две монеты я хочу технологию а потом строить поэтому буду рандом а игра мне говорит воюй да ты набираешь рандомный набирать не устраивает смысле ты говоришь зеленый хочу бери зеленую три разные ты получаешь у меня разные там пофиг что зайдет на второй ресурс зашла монета я понимаю но ты можешь вот это взять три разные берешь технологии ты говоришь я хочу когда вот это выйдет чтобы ее быстрее собрал чем будешь ждать ой ну правильно открывается что новое это культура этот жетон представлен в конце игры получите 4 победных очка если у вас есть один жетон если или двенадцать если оба жетон их всего два в этой стопке поэтому ищи свищи второй так я могу посмотреть верхнюю да и может взять если хочешь ну как обычный ход я люблю дудеть просто свою дудку дуде ребят 6 очков я не могу пропустить у тебя сколько три тут пункты два раза буди началась война узала сберу два жетона да капец ты запарил один один у меня три у тебя три у меня 0 топлив как уже какого хрена золото забирает естественно и вот это я ждал а чё тут за фигня кошка так еще раз вот это что у нас когда берешь вот такую либо вот еще одну о давайте закомбилась забралась а вот и второй капец ну ладно это несправедливая игра даже хорош где даже посмотреть не успею третью беру из той же колоды из как он как ну просто как не показывает да у меня тоже три разных отсюда как я смотрела или нет брали 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 да не показывает а ты взяла мысли она жгла она просто война тебе нужна он чтобы никиту обгонять я про не показываешь давай никита что тоже рисковать что ли давай ты меня еще не обгоняешь да хорошо сработал жетончик 44 так а мне нужно одинаковые да войну не хочу играть что вы меня байтите на эту войну ну кто тебя не байтит да конечно она случайно вылезла вообще то что у тебя что у меня о да ёма ё культуру да конечно не давайте ему вторую подожди я взял культуру я беру еще одну это по два очка за каждый твой зеленый жетон я правильно понял да он тут нарисован угу то есть ты от технологий играешь три раза неплохо два одинаковых забирай вот эту забирай что кому не досталось это нам хорошо опять они тебя опять подбивают делать себе плохо просто ради благо все ради благо все ради благо все а так Денис не выиграл за каждую кошку одно за каждую кошку ты тут 4 получаешь там еще кошек знаешь сколько будет там тут есть сразу две кошки она сейчас чтоб до вот этого 4 очка набрать ей еще надо 2 кошки найти а так она сразу получать 4 и забей на кошки ну смотри так она может найти больше кошки ну короче я не знаю тут игра скоро закончится у него вон можно рандомно да может отсюда идите нахер все вот ой что это что там такое пирамидки смотри декор в конце игры получить 4 победных очка если чудо света еще строится или 6 если построим да окей понятно ну тут вот 4 очка те же самые ну да ну да давай Никит давай Никит давай Никит бери вот эту что ты да бери кого бери я бы взял я не могу о могу вот бери забирай забирай хорош когда берешь карту войны берешь еще одну ой ну если я возьму случайную и она будет вот по этой то я ведь возьму еще одну все равно правильно буду надеяться эть не повезло как сложно три разных да кошка да я ее и возьму угу тут три кирпича а тут один кирпич блин там это ну конечно много кирпичей один кирпич ну она мне не надо но другого выбрать ходи кирпич случайно не заходит а закомбилась ну бери еще одну мне нужно чтобы повторная была о наконец-то есть два ресурса на следующий а там три разных как раз надо еще еще все все так кошка смотрим мне надо войну тебе надо запускать нет 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 а что делать прости прости ковнюшка вообще списали женю со счетов да не я мамею я уже думаю системы бери бери пипец пипец блин какие-то пульсения о кайф вообще то что надо беру выстраиваю три разных на самом деле мог оттуда достать это же лучше было ладно действовать наверняка прям столько войны вышло этим сроком теперь ну все хватит повоевали успокоились вот два одну так вот запускать войну сейчас выгодно на самом деле невыгодно мне невыгодно уже не тоже невыгодно они не запустят войну они оттуда не возьмут что Женя не строится только три очка получит конечно ей на чудо сверху достроить тем более что войны больше не будет я думаю три разных ага наконец-то ну что три одинаковых это хрен соберешь вообще-то ооо там еще война вот Никите кстати выгодно войну будет запускать ты взял да блин ну тут рандомчик три очка понятно понятно ходи ну это мне не надо это тем более подним отсюда о отлично две одинаковые беру еще одну так шесть очков лежит ну она же сама за себя тоже даёт вот так а это чё золото одна из ваших желтых карт приносит две монеты вместо одной ммм прикольно и еще одну ну рандомную да опа еще одно дерево я посмотрю надо один дерево просто вот кровь вниз ну камушек угу мне нужен камень так Никита пошел дальше строить свисток смотри почему свисток ну свиток свисток ааа да в него свистят оба три разных так золото за две говорите да идёт но их нету а это у нас когда военную карту берешь если ты можешь еще карту берешь уууууууууууууууууе structure из карты нет уфуууууууууууухуаиen Блин, если строить пирамиду, то надо конечно золото за 2, это знать бы что, там какая-нибудь бесполезная ересь выпадет, нет, золото за 2. Там есть бонус на то, вот такая штука, когда возводишь ярус, неважно, будут они одинаковые или разные. Да у меня никаких нету, поэтому, что одинаковые, что разные, нет, золото. Крывай, открывай. Война, одну очку, заширись. Я в конце 1,5, за каждый жетон победы, это вот ему. Лучше бы, ну 4 очка было бы. Ну да. Так себе. Так, война мне нет, это нет, ну ведем в рандом. Опа, красавчик. Да хорош. Тупец ему, а не комбятся. Да и тебе на рандоме везет, ему на рандоме везет. И еще одну рандом, хоп. Война. Вот это плохо для меня уже, Никита там, ну хотя, за тебя можно еще взять. Жень. Так, это открываем, да? Да, да, да. Ну это понятно, берешь такую, такую, еще одну. Хорошая вещь. Да. А на дерево где он здесь? Монетка. Угу. Никита, такой выбор шикарный, как бы, либо 3 очка, либо случайную. Случайную лучше. Наверное. Ой, там война, ты смотри. Случайно. Оп, война. Так, война мне не нужна, 3 очка мне не нужны, берем случайно. Оооо, двойной. Так, у меня 6, у Никиты 6. Мы не получаем, я за Дэна только получаю. Я получаю, за Женю. Я за Денис. Все друг друга наказали. Нет, я никого не нужна. Только мы с Никитой не наказали. Я очень добрый. У меня... Ты меня назову, да, я наказывал. Так, это ты ходил. Оооо, блядь, что-то война поперла. Да вы запарили, дуй. Два раза, дуй. Не, я на рандоме. О, зашла. Еще случайная. Зашла. Она каждый раз работает? Они просто две подряд зашли. Обалдеть. Вообще кайф. И монетка у меня как две монетки. Да. Ну тогда я говорю, что вот эти две монетки, это два вот этих пузырька и... Чисто на рандоме играют люди и все. Да. И выигрывают, прикинь. Бам. Ох, два с кошками. Дай кошку. Я ж мог... А, теперь я... Угу. Не мог. Вышел на этих, погулях. Женя, да? Блин, у него семь. Ну ладно, три победных. Ну, последний ярус стал. Значит, надо четыре разных, одна только есть. Три победных очка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. О-о-о-о. Так, меня теперь в этот раз Никита нахлобучивает. Я за Дениса. А ты только меня. А я только Дениса. А я тебя. Да. Есть. И тебе. Сколько тебе? Один. Нормально, тоже на войне уже наделал. У тебя не лучше, чем я. Нет, всего три, у тебя шесть. Я? Я не построил ничего. Нет, подожди. Это Женя запускала войну. Теперь Никита нахлобучивает. Капец. Тут слишком много войны, реально. Там надо строиться, блин. Три очка. Калобы такие. То есть война здесь много. И вот эти колоды. В пирамидах? Много войны? А, нет. У меня много. Уже немного войны в колоде, да? Ну, моя вот тут. Что-то не. В основном отсюда посадится. Ну что, у меня много. Так, подождите. Не бухти. Так. Ладно, я ее взял. Потому что, блин, сейчас, что, если там золото, да давай мне четыре разных это по-любому кто-то раньше это даже не рок нервных пока что барабан да никит давай 77 да ты забавил о кирпичики на кирпичики не подходит будем рандом тянуть о вот подходит так смотрим ухты так эта игра быстрая вообще она хотели какие-то разные медленно строит ладно взял вообще не заходи они на рандоме тащат и не заходит ходи вот это 3 одинаково у нее еще один значок войны язык куда ты закончил я знаю я строю по три раза вообще быстро не один два три четыре тысяч вот это плюс вот это а и вот это быстрая игра здесь сколько написано тайм 25 минут на игрока трижды 6 18 плюс 8 24 плюс 7 31 а 18 плюс 8 извиняюсь 26 плюс 7 33 39 44 плюс 4 48 48 плюс 2 50 плюс 6 56 вот за это ничего ничего 56 56 блин и мне все плохо на самом деле поэтому 8 10 1 2 3 4 5 20 23 по 1 за каждую кошку раз два три 4 5 28 и 4 32 и по 2 за каждую кошку раз два три 4 5 28 и 4 32 и по 2 за каждую кошки еще восемь это сколько 56 до за это посчитал кушку 12 36 26 22 27 и 8 35 и вот это 641 так 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 33 36 39 39 40 41 26 скажу от себя пару слов значит эта игра как сказать поощряет рандом вот мне показалось что она прям ну мне очень везло реально я победил не из-за скилла а из-за везения это можно отнести к минусам игры что она позволяет победить просто по рандому тем не менее это не отменяет того что в ней присутствует определенная вариативность выбора игрока бывает такое что вариативность у тебя нет то есть лежат обе карты невыгодные ты берешь он зашло то есть я играл вот так но из плюсов то что хочется в нее играть еще и еще и реиграбельность у него очень высокая как я полагаю я тем не менее собрал себе прикольный движок то есть мне заходило то за счет вот этого не оба зашла карта опа зашла и вот это то есть она тоже добавляет универсальности тем картам которые ты берешь я вообще не хотел играть от войны меня игра сказал играет войны чувак и вот тебе пожалуйста 18 очков просто на рандоме да он то и прикуда не знаю очень но мне вообще не хватило одной по быстрые партии прошло очень быстро и мне это не на не прям стремительные то что столько рандома мне это тоже не нравится ну тогда вот это вообще не про то игра ты просто сидишь и каждый ход тянешь рандомную карту война война туда не ну типа фил тянул каждый ход и мы еще и с так сложилось вот я же про то и говорю просто на рандоме типа хз я не любитель когда так происходит в игре скажу честно я тебя понимаю типа ты сидишь там думаешь выбираешь какие карты чё думать просто бери карту и все и выкладывать игра сама за тебя сделает все что надо вероятность надо как-то рассчитывать не надо это выглядит ну смотри я себе собрал видишь вот эту штуку чтобы именно на рандоме получать какие-то бонусы и этот рандом он мне благоволил в этот раз я же говорю это у нас вот я про то и говорю сыграть еще раз хочется хочется просто чтобы понять я бы реально всю игру сидел бы и тупо тянул каждый ход рандомную карту и посмотрел ты проиграли давай посмотрим мне интересно просто если ты его давайте правило просто ты всегда берешь да да всегда берут сюда как не выбираешь что выбираешь от просто отсюда я хочу сыграют будут проиграешь мне интересно сколько очков я наберу больше чем когда я думал или меньше или вообще что будет потому что сейчас это выглядело так игра выглядит как будто она какая-то фан войти пофиг нет реально выгоднее брать справа слева то зачем брать с рандом я вот этого не понимаю я говорю я бы посмотрел я хочу посмотреть мне интересно увидеть как это будет работать всю игру итак у нас эфес кто у тебя у меня статуя зевса галикарнарс садосимирамиды погнали первые ходят садосимирамиды а у тебя особенность у меня вот здесь такие вот значочки это значит что я случайную карту перед собой выкладываю когда переворачиваю ну давай да ты как сам игрок никита пытается проверить свою теорию играть на рандоме мне интересно так а мне уже два разных чтобы это открыть сейчас мне а чё у нас тут лежит просто два мяча это когда строишь этаж берешь карту берешь карту а это если в конце игры будет достроена эту 6 если не достроили я понял ерунда какая-то беру вот эту о кошка два разных построен зато он знает мой ход это не честно построила так зеленая да закомбилась беру вот эту которая за построенный этаж будет давать шука культуру мы знаем культуру мультуру так смотрим но там война не хочу я отметить давай давай никита на чем нормально кошка сюда все таки по войне решил ну да монет друг как два одинаковых смотрю 5 карт из коровок из колоды слева или справа берешь 5 карт одну из них выбираешь остальные просто замешиваю зато тут три одинаковых и ты сможешь выбрать карту ну да так такое же свой ну да но я к тому что она может вот это и сразу подстроить все я могу брать да да ну как заходит тебе на кошку у меня забрал которая мне так нужна идет строительство лимита так так о маеточка две разных хоба 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 свойства ну чё надо жетон на две войны брать раз такие пироги хотя рискнуть не рискнуть у тебя сколько войны ноль а у тебя у тебя два беру жетон на две войны мне просто напись текст ты год техiste хороший вариант если вам не хватает игроков просто делать игрока который будет случайно сверху три разных либо три разных либо 3 одинаков так никита берет свойства бери всегда случайный тоже чё ты нет почему мышь про карты говорили не я могу случайно давай бери это сказал хороший жетон мне был вообще кайф был ты посмотри прут и прут зеленые это очевидно я монетку и открывай хороший и еще пять карт а мне то что эта информация даст а чё ты можешь смотреть какая разница замешивать я случайно увидел что там золото или гляди о между 2 и никиту я беру и ты берешь за нее за кого и а мне 2 сюда прямых сыпь Я хожу? Да. Класс. О, война. Да ё! Дудей! Не, а, а, дудка! Я не увидел дудку. Дудка, блин. Тут дудочник. Дудочник. О-о-о! 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 Себя дунул, что ли? Да. Это дудка наоборот. Да, ну, надо уже усиливаться, да. Ай-яй-яй. Что, попугас, разодрало? Видите, нахрен, меня бесит уже. Так, ну, пора достраивать уже этот этаж, наверное. Два разных. Ох ты ж ёлы-палы. Конечно, он достроится. У-у-у! Технологию надо выбирать. Так, тут проходим. А, извините, а когда этаж достроил? Ну, и что? Карту. Карту. Карту выбираю. Ну, я выбираю любую, поэтому тогда вот так. У кого-то кошка. И вот так. Кошку. И забираю. Кошку. И новую. Я открываю, открываю, открываю. За войну плюс один. Я хожу. Угу. Три раза. А, у меня одинаковые. Иди с вещей там. Ждём. Так, у меня дровишки, либо кирпичи надо, поэтому тянем отсюда. И это кирпичи, поэтому ещё один. А мне надо сейчас три разных, либо две одинаковых, да? Либо три одинаковых. Ну, давай одинаковые. Разные начнём собирать. Чик. О, как замечательно. Ой, там золото. Так, я могу посмотреть. Нет. Я думал. Я знаю. Всё? Да. У меня два одинаковых. Да, неужели? Вот так. Так. Построилась. И я забираю. Довольно равно. Оп. Два за каждым. Хорошо. Давайте строиться. Значит, смотрите, беру золото. Три разных. Переворачиваю и случайно укладываю перед собой карту по свойству. Угу. О, война. Просто плюс один. И за то, что ты настроил здание, ещё одну парку. Это вот. А, блин, точно. Я, извини, спасибо, Денис. Выбирай. Извини, спасибо. Да. По случайному. Не подходит. По случайному. Нормально. Теперь мне надо две одинаковых, три одинаковых. Так, тогда берём вот эту. Две одинаковых. Угу. Строю. Беру одну сюда, одну сюда. Кошку дайте. Кошку дайте. Чё, Никит, выиграешь? Не знаю. Посмотрим. Я же не считаю. Просто тяну карту. Три очка. Слушай, я взял камень. Да, ты брал камень. Да, я был камень. Свойствовать? Да. Ещё одну. А, у тебя золото или баками? Блин, трёх, бля, 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 бля. Ой, хорошо. Хорош. Спасибо, что не мою взял, потому что у меня-то вот по свойству лежит вот эта же красота. Я беру ещё одну. Война не хочу. Давай отсюда. Оп. Кошка плюс два очка. На. Кошку. И мне нужно три разных, да? Да, да, да. Понятно. В войну ушёл. Да потому что задолбали меня бить. Больно. Никита хотя бы быстро ходит, когда он так играет. Так. Кошка, могу глянуть верхнюю. Э. 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 Беру вот эту. У меня две одинаковых. А, я в любом случае беру эту карту, да. Две одинаковых. Хотя я же могу покопить или я обязан. Не можешь. А, обязан, да. А, ну да, логично. Это ж типа, ну ладно, короче. Давай. Всё. Да. Построил? Карту возьми. Точно. Любую в этот раз. Да. Подсказывать. Блин, вы молодцы. Да, но забываю. О, моё. Мне всё равно. Да, ещё вызовы. Ну да. Так, а мне нужны одинаковые. Блин, ну давай на удачку. Нет, но зато плюс два. А как оно играется? В смысле, всё. Струбим войну и второй рок не играется. Так, три у меня у тебя сколько? У меня один. Ты получаешь за нас двоих, я за... Да, я один получил. Да, вот же я тебе положил поближе. А, мне хочется тебе всё. И поскольку я бы застроил этаж, да. Всё. Так, три очка, два очка, кот. Два очка, кот. Очка, кот. Очка, кот. Да блин, мне надо строить. Да. Давай очка, кот, возьмём. Угу. Монетка. Очка, кот, нормально. Ну я дырую, если с тобой. Ну да, думай. И строим. Подожди. Подожди. Муж, бонус какой-то. Он спешит. А, я спешу. Строй, строй. Ты строй. Три разных, да, типа. А, всё, давай ходи. Всё, нормально. Кошка. Да иди нахрен. Случайно. Он ни при чём. Всё, а, стоп, у меня же пять было. Какие ты? Вот два ещё. Ну. Верни, а за меня жетон. Пошёл. Я забыл про жетон. Говно эта партия вообще. Тыщ. Оооо. Надо три одинаковых. Пока нету. Куда ты чаешь? Побеждай его, побеждай. Теперь да. Рамдомчик. Камы. Собака. Двадцать. А мне собака. Беру на рамдоме и... Блин, это рок. Ту-ду-ду-ду. Зу-у. Боб. Ну, у нас поровну. Шесть всё. Шесть. На. Понял, монета. Ещё одну беру. На. Ох, ё-моё. Ещё одну беру. На. Камень. Ещё одну. Да ладно. Ты чё с ума сошёл? А вот теперь строим. Жесть. Так, игра работает. Так, смотри. Капец. Три разных. Одинаковых. Три разных. Три разных. О, свойства. Теху можно взять. Три разных. Это за каждую синюю карту даёт бонус, да? За каждую кошку на карте. А, я ж на рандоме достаём. Ты говорил, что выбираешь. Да. Нет, я ж на рандоме все доставал. Какие выпадут? Неважно. Я ж это всё брал на рандоме. Ладно, ладно, Никит. Всё, угомогись. Дай ёпт кошку сюда. Добери. Да ёпт кошку. Да я хотел ресурс. Взял камень, ещё одну беру, взял вот эту. Да. О, там ещё камень. Заберу у него камень сейчас. Он мне не нужен. Ну, он закончит сейчас. Мне камень тоже не нужен. Четыре разных надо. Второй камень не нужен. Ну, ты её пролистаешь, по крайней мере. Блин, рог. Ну, да. Рог не надо. Рог. Никита. Что? Это моё! Нет, это... Три разных. Не построю. Так должен делать. Скотт, Никита, скотт. Да я тут при чём? О! Это всё игра. И не подходит она. Дай мне. Да, на переди минуту. Ладно, давай пролистаем. Взял. Ещё одну взял. Вот теперь есть у него сейчас. Скоро игра закончится. Он будет случайно, наверное, тянуть. Ну, посмотрим. Может, ты возьмёшь. Кошка. Кошка! Кошка! А, на. О, плита! Вовремя. Огромная. Зайди, пожалуйста. Да иди, еху мать. Ну, давайте, что мы возьмём? Вот тут хотя бы 4 очка, да? Ну, да. Угу. Каждый раз, когда берёшь красную... Неплохо. А, просто красную? Твою с горным, наверное. А, красную с горным, да. Ага. Большая, конечно. Правила на ходу меняются. О! Иди поручи. Так, ну чё, надо... Дайте мне хотя бы одну колонну достроить. Нееет! Три одинаковые, а разные... Камень, я ещё вам наберу. Да ты запарил! Да! Не зашло. Не зашло. Так я смотрю. Ну, 4 разных, а то, оказывается, очень сложно. Да. Я беру. Бери. Одинаковые проще. Слиток забрала. Баба! Да ё-моё, нет! 6. 6? У меня 6. За меня ты ничего не получаешь, за тебя получаю. Ты всё? Да. Ну, пожалуйста. Да ё-моё. Ненавижу эту игру. Партия очень сратая. Вообще жесть. Нет! Нет. Да! Есть! Моментально заканчивается игра. Да, в конце моего ухода. Хорош. Я б не выиграла. Ой, там это... Я вообще слабо набрал. Давайте считать. Давай, считай. Блин, ну одна. Раз, два, три, четыре. Девять. Ага. Хорошо. Плюс четыре — тринадцать. Плюс семь — двадцать. Двадцать три. Ага. Плюс шесть — двадцать девять. Плюс три — тридцать два. Тридцать два. У меня десять, пятнадцать и семь — двадцать два. Двадцать восемь. Тридцать. Тридцать шесть. Тридцать девять. И вот это четыре. Сорок три. Три. Посчитай я гуманитарий. Двадцать шесть. Ну вот, видишь, рандом не зарешал. Не зарешал. Меньше всех. Да, но я все на рандоме тянул. Тут, если тебе нет подходящего, тяни рандом. Да. Тут стратегия такая. Мы под конец все уже налегли на рандом. Ты знаешь, что в чем фишка? Колода закончится, все. Ага. Она не замешивается. Да. Тоже прикольно. Будешь брать только отсюда. А если ты еще и помнишь, какие карты выходили, это еще более управляемый рандом. Возможно. Ну, стратегия здесь, в принципе, рабочая одна. Не подходят соседние, тяни рандом. Все. Ну, да. Тут для этого это типа и сделано. И дальше уже игра от того, что у тебя собирается. Ну, игрушка рандомная, но тем не менее, я свое мнение не изменил. Она клевая. У нее хочется прям партия за партией. Это игра, которую возьмем на камп. Обязательно. Но она и на семерых поддерживает. Семером можно. Но все, что в семером, это хорошо. И она быстрая. Ты, 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 ты. Все по одной карте. Да, это прикольно. Может быть, она будет по-другому играться, если будет больше игроков. Будет чуть больше время ожидания хода. Не, не имею в виду вообще война, как будет срабатывать. Там вот эта колода, прикинь, как быстро закончится. Рандомная. Очень быстро закончится. Война будет чаще. Война чаще будет. То есть больше игроков, возможно, по-другому игра будет уже играться. Да? Я думаю, да. Ну, у ней на самом деле интересно посмотреть, как она масштабируется на семерых. Я хочу ее потестировать по-разному. Интересно, как она в дуэли, кстати. Да, да. Интересно. Ну, вообще, игрушка крутая. Семь чудес серия. Она другая. Она отличается и от дуэльных семи чудес, и от полноформатных семи чудес. Она просто другая. Она проще. В каком-то плане. Я не играл ни в ту... Я вообще ни в какие семь чудес не играл. Она первая моя семи чудес. Да, это тоже моя первая семи чудес. Чудесная семи чудес знаю. Ну, собственно, все, ребяточки. Пока-пока. Мы будем складывать игру. Ай, блин, больно. Картом был. Не мне. Ой. Органайзера здесь, конечно, бомба. Органайзера я бы прозвал. Да. Органайзера я бы прозвал. Пока-лас.